всем привет мы проснулись у нас сегодня путешествие за налимами на него будем собираться никак не попрем попрем если пару раз провалимся ничего страшно нам либо пробиться либо домой ехать тоже смысла то сидеть нету дома дел куча надо налим половить до мешать нам поймать синишницы справиться с этим то ты точно справишься а теперь перед вами мир обыкновенного соленого огурца обычно соленые огурцы достаточно агрессивны но если они живут в банке с другими особами особенно противоположного пола то они мироутворенные и спокойно ждут своей участи обычно огурцы ловят руками а особо воспитанные такие знаете противники интеллигенты ловят их вилкой а гена когда засовывать банку руку редко ее оттуда вытаскивает он разбивает банку а крыльцо и достает все огурцы так он лакомиться все ребятки поехали мы пробиваться попробуем может пустит нас онега на лед все таки позабрать у него немножечко налимов будет здорово все гена поехали мы давай на связи так ну вот они до все ребята супер конденсатор выключен был сейчас наберет заведемся ситуация это супер конденсатор отключал сейчас он берет на пружометра вот такой вот у нас угол всего супер конденсатора стоит лучше его вообще не отключать если постоянно каждый день ездить у нас вот он был отключен я учет вчера вырубил а ну-ка энергии поэкономить наэкономлю щас наэкономлю щас наэкономлю все завелась может быть здесь сейчас мы попробуем еще дальше пробиться попробуем давай попробуем пройдем 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 дальше Попробуем, ребята, развернуться. Смотри, Гена ручкой машет. Попробуем, ребята, вырвались. Сейчас идем вдоль трещины этой. Видать, оторвало лед, и трещина достаточно свежая еще. Надеюсь, что там дальше что-то будет более прочное. Вот здесь хороший лед идем по которому. А тут разрыв метров 250. Леда, который и уже не ломается, и вездеход еще не держит. Он не может до него выйти. Ребята, ну что, мы решили сейчас с ума не сходить. Вот смысл нам вот этот вот кусок бить льда. Если там за ним еще километр такого же тонкого льда. Мы сейчас поднимем коптер, посмотрим, и заодно и вам покажем. Давайте. Блядь. Продолжение следует. Блядь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И что за этим разрывом неизвестно Поэтому на онега пробиваться не будем Потому что цель средств не оправдывает Одно дело там кого-то спасать Биться туда, а другое дело ловить налимов Ну его нафиг И морозов не предвидится, потому что завтра будет потепление хорошее И лед этот не встанет вообще То есть это еще обратно выбираться А если еще лед двинется, не дай бог, тут будет вообще весело Поэтому поедем и сейчас подумаем, что делать Может и на реку съездим Все, ребятки, прощаемся с Геной Едем, короче, решили, что надо спасать нашу рыбалку И мы все-таки поедем искать налимов И поэтому пожелайте нам удачи Сейчас едем в Гагуксу быстро Грузимся на машину, переезжаем в Пудаш И на реке будем налимы ловить Все, погнали Нифига на наших жилицах нету Две штучки мы здесь ставили Сейчас попробуем выковырить их Нет, живец живой Все у них хорошо Ладно, живца отпускаем Все, забираем По столухе и мчимся Время, время, время Нам сейчас еще по слузу, по озеру Но по своему следу пойдем замерзшие, конечно, все будет Хорошо будем идти Все, ребят, едем в новое место Огромные налимы там горят Мужики сейчас ловят Поедем, посмотрим Приедем уже по реке Гагуксу По своему старому следу Одну удовольствие идти Повец замерз, слуза нет Дураки Редактор субтитров А.Горелова Продолжение следует... Продолжение следует... А с этой стороны у нас... О, да, вон оно все, вон что будет. Что поделаешь, такое время года. Тут вообще у нас все красиво по всему кругу. Так, ребят, ну вот мы нашли место, наконец-то, где нам припарковаться можно. Карелия зимой. Да, Карелия зимой вообще беда, с морковками. Вот Антон нас любезно пригласил. Да, тем более в эту зиму. Антон, а что здесь вообще происходит? Здесь у нас лесопильная, у меня тут фелорама. А, лесопильная фелорама. Занимаемся с трубами-домами. Здесь опоры. Это под экзистом подвыбором. Вот доска, в принципе, шаг. Все понятно. Да? Вот, подвыбор. Все, ребят, покидаем гостеприимную базу. Попремся ловить на Лимов. Да, машину расставить. Все. Опа. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Данная речка с достаточно большим течением, и лед здесь неравномерный, где-то тоньше, где-то толще. И мы пытаемся найти место, где можно выйти на основной лед, чтобы можно было поставить машину, палатку и остановиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как будто снизу еще что-то держит Валимся Валимся Пробовать выскакивать Вперед Вдоль берега просяпаемся Вдоль берега Здесь место достаточно широкое Здесь мелко просто Могло просто подмывать может И из-за этого нету Течение большое Выскочить попробовать туда ближе к середине Если он сейчас не вылезет нигде на лед То значит опционно Развернуться и выехать Ищем еще Уже Проблема На чем я и говори Продольники вон поставушки стоят, вон там тоже стоят. Два льда, сантиметров 10 по ощущению. Второй 20, отлично. Можно постоять. И воду не давит. Нет, не давит, нормально. Итак, палатку ставлю, что-то упарился я. Лунки сверлю, тоже что-то упарился я. Короче, у нас начался нормальный активный отдых. У парка зажарка, да. Ну, как-то так вот стоял. Так, только не так. Минус 6 у нас внутри. Очень надеемся, что скоро будет плюс 6. Ну че? Как успехи? Отважная команда. Герасим Шерп сейчас установит жерлизы на Налима. Отважные. Отважные, да. Понятно. Здорово. Здорово. Еще лучше. Хотя че как? Защелкало все? Да. Тепло должно пойти скоро. И будем еду делать. Ну че, у нас потихонечку теплеть начинает. Правда, все еще минус. Потому что дверь открыта. Сколько там на градуснике? Плюс 6 уже. Хорошо. Прогреваемся потихонечку. Не без этого. Сейчас вот здесь сядем. Начнем рыбку ловить. Хорошо будет. Че поймаем, не поймаем, не знаем. Ну, хотя бы время проведем не было. Уже, ребята, 12 градусов. Вот 15 я выставил. Вот 12 фактическая. На этом уровне. Можно пониже опустить. Дабы потеплее было. Надо просто привыкнуть к какому-то положению. Вот здесь, допустим. Чем ниже поставим, соответственно, тем будет выше температура. Поставим чайку на нашей мегатурбопечке. Печка, блин, просто. Правда, мегатурбо. Чайку завариваем. Термос сейчас мешает. Придет греться. Вон постовухи ставил. Придет греться, нагреваться. А мы его чаем. Баба! Иван, чай у нас. О, чай хороший. Чай бодраще. Сразу видно настоящий. Итак. Вот блестящее поле наших поставушек. Все у нас хорошо. Мурчит либаста. Теплый воздух. А еще у нас теплая палатка. И там, наверное, вкусная еда. Надо пойти проверить. Эх, Ярослав Мозилич, морозишь ты шуруповерт наш. Уже надо взмерз. Да, хорошая культяпка. Течение здесь такое какое-то. Рывками то сильно потечет, то медленно. Ящик поставил. Ноги. Утряхнем. О! 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 Мордаста! Ну что, мы, конечно, в арсенале имеем кучу всяких продуктов. На гриле можно было приготовить что-нибудь еще. Но, что-то мы решили заточить старые добрые консервы. У нас тут гречка с мясом. 18-го года, сентябрь. Я думаю, зайдет душевно. Слушай, я помню урожай 18-го года сентября. Гречки с мясом, да. Да. Особенно мясо-то вообще, оно хорошо было там. Да. Все было сбалансировано. Ммм. Совершенно верно. Герой Васильевич любезно разогрел у меня банки. Ах, ах. Горячо? Да. Ну ты мне горячо. Давай открой эту банку. Давай. Открой мою. Тоже. Ребятки, у нас 18 градусов, 19. И хватит нам этих, ну при такой вот погоде на улице, где-то минус 12 на улице. Чё, нет? Ну у вас просто ветка повыше была, с которой сорвали банку. А? Там черенки посерней. Ооо. Поддалась все-таки. Поддалась. Мишка победил банку. Да. У него просто тепло, это самая, теплопроводность меньше в руке. У меня руку, когда на горячее кладу, сводит. Ну вот. Я зажать могу. Короче у нас, ой какой запах-то здесь. Чудные ароматы. Мммм, вот это да, вот та самая гречка, да? Сентябрьская, да. Сентябрьская точка. Точно. Так вот, ребят, у нас, короче, что получается. Вебастер работает, 19 градусов. Больше не делаем, чтобы жарко не было, в такой одежде сидим. Тапочки одевать, прочее. Вы еще скажете опять. Опять начнут кричать, вы бы сюда еще телок привезли, там прочее. Парни, кому хочется сидеть вот свечкой греться. Ради бога, мы же никому не запрещаем. Нам хочется вот так вот. Вообще не думать о том, чтобы было тепло. Просто выставил сколько надо градусов. И у нас столько градусов есть. Вот. Хотим приготовить еду. Вот поставили, приготовили. Хотим так вот много места иметь. Имеем. Мы его имеем, да. А там уже вот на ваш выбор и усмотрение. Как хотите, так и пользуйтесь и делайте. Кто-то хочет угореть, так ради бога, можете еще газом, плиткой газом отопливаться. Вот. Или там свечек пяток поставить там. Ха-ха. Кто же к нам придет? Кто же к нам придет? Тоже придет. Налим их. Налим. Налим. Вилка упала. Эх. Эх. В общем, приятного нам аппетита. Вот. Будем мы покушать. Да. И не важно, поймаем мы что-то в этот раз или не поймаем. Цель у нас другая совершенно. Цель путешествия. Да. Лунки посидеть, палатки погреться. Да. В общем, получить весь комплекс удовольствий. Да. Ну, а если еще рыба клютится, ну, вообще здорово будет. Будет вообще. Да. Великолепно. Все, ребята, нам приятного аппетита. Нет, можно сидеть так вот с гречкой. А вам приятного просмотра. Да, и вот так вот улочка еще махать немного. Ха-ха-ха. Положить ее так вот в рожай 18 года сентября. Да. Ммм. Сейчас пробовать опять мотать удочкой. Мишки гурмани. Ну, делимся. Ммм. Все же знают, когда гречка употребляется, налимы лучше клюются. Ну что, ребят, мы поели вкусно. Теперь можно и порвачить. Ха-ха-ха. И рыба, правда, не плавает ни фига. Ну, где-то она тут точно есть. Ребятки, 9 вечера, ничего не клюет. Вот такая вот засада. У нас вот такой здесь пищедром. Пищедром? Да. Иллюминация. Пищедром, иллюминация, да, вот такая вот. Все у нас, короче, хорошо. Чаи гоняем, сидим. Греемся. Да. Плюс 20, то 3. Жарче не делаем, чтоб жарко не было. А то он уже без сапогона потеет. Так, лепим на утро лепешечки с сыром. Решил гриль не заводить. Завтра пожарим мяско на гриле. Сегодня мы просто на сковородочке будем готовить. Вот так вот. Лепешки, сыр, колбаска. Очень упитательно будет. Мурчит Вебаста. Здесь вообще босиком уже ходить можно. Все сухо. Мне кажется, я увидел чей-то глаз. Да, ладно. Да, и он ускользнул. А, нет, этот новый камушек. У нас по-прежнему пустыня, ребят. Нам уже глазами еще не ловится. Пирожки. Вкусные. Не знаю. У меня уже два было изготовлено, я их съел. Я на пробу. Вон у нас градиенты какие, видите, лежат. Сыр, колбас. Да. Спасибо. Ам. Очень вкусно. Всех удовольствий пожрать, поспать. Может быть, еще поймать. Да. Это уже не главное. Главное, что мы стоим на реке, где теоретически ловятся налимы. В принципе, мы видели фотографии. Практически пойманных. Посмотрим, насколько нам повезет. В городе рядом переметы стоят. Единственное, несколько поздновато уже. Короче, ребят, выясняем сейчас. То ли палатка маленькая, то ли раскладушка здоровенная. Но раскладочку решили уволить отсюда. Нафиг. Потому что слишком много места занимает. Зря доставал, короче. Я-то думал, сейчас здесь. Дежурство сдал, дежурство принял. Устроить. Ладно, принесу другую мулечку. Мимо проходил еще один бутерброд. Ням. В этом бутерброди поселилась колбаса. Да. Как хорошо. Это же почти что пол звезды. Сидели полярники на льдине. И ловили разные радиостанции. Средние волны. Мы просто купили себе такой приемник, да, не средние волны. Для того чтобы, возвращаясь через неделю-две с какой-нибудь рыбалки или путешествие, ну, знать, что война не началась какая-нибудь там или еще что-нибудь. Может и не стоит выходить из лесу. Приемник китайский, поэтому ловит китайцев Был из Америки какой-то Был значительное усиление торговой напряженности среди крупнейших экономик Миру диска выросло количество Прочие прелести И надо сказать, что фактически это у нас общий стиль ведения бизнеса Эксплуатирующие организации пытаются стричь население Сейчас найдем музыку О, тут точно не уснем Здесь по-прежнему у нас ничего Только динамично разболтываю Все, ребята, пойдем мы отдыхать Сейчас сегодня нифига не выспались Пойдем отдыхать И сейчас Вебасту поставлю на 8 градусов, чтобы здесь был плюс небольшой Ничего не замерзло Как-то так Пусть и бастик работает Будет замечательно Хочется спать Честно говоря, а если какая-то рыба хоть ловилась, то еще бы подумали Может и не ложились бы как спать Прям вот так вот прям спать Что решает комитет по безопасности рыб Комитет решает, что рыбы в безопасности К рыбакам близко не подходят Рыбаки могут идти спать Ура! Рыбы в безопасности Мы залезли в вездеход На ночевку Вездеход у нас шерп Для тех, кто не знает Будем мы в нем ночевать до утра Видите, Мишка шапку не снял, он спит в шапке у нас Сил никаких уже нет Как в шее плодить там Каких там в шее нет В шарке Все протерто тряпочкой Плодит вошек там короче все хорошо у него Никого я там не размножу В общем ловили, мы народ ловили И так там никто сегодня не поймался Мы честно старались Правда честно старались Поставили он кучу жерлиц В палатке сидели А может они к утру поймаются Да, может к утру поймаются Посмотрим Как жирные налимы клюнут Все тогда на нам завидуются Все, народ спокойно ночью было Силы набираться спать Все, пока Все, пока во всем Моли буховарь Моли буховарь Моли буховарь В соauxЦалии Моли буховарь